В этом году заявление на прием в школу можно подать, не выходя из дома. Но, в отличие вашей, опыт уже оправдал ожидания. Услуга оказалась востребованной. За считанные дни регистрацию прошли почти 2000 пользователей. Новую автоматизированную систему внедрили во всех школах города, а их больше 50. Упрощенная система регистрации позволяет беспрепятственно внести в базу данных всех учеников. Сегодня в 9 утра регистрация открылась, честно говоря, уже ждали. То есть зашли на сайт управления образования. Все простые очень вопросы. То есть просто окошечки, в которые вводишь имя ребенка, его возраст, дату рождения, регистрацию и прочее. Честно говоря, я даже посмотрела, процесс регистрации занял где-то 3 минуты. Очень удивилась. Очень важно после онлайн-регистрации подтвердить свои намерения в течение недели. Для этого необходимо прийти в школу с документами и написать заявление. Если этого не сделать, то очередь автоматически аннулируется. Была приведена, не побоюсь этого слова, огромная организационная работа. Были подготовлены более 200 операторов, которые занимаются приемом документов в школах. Была приведена работа с родителями по разъяснению того, как необходимо пользоваться электронной системой. Была настроена сама электронная система, которая уже 30 дней ведет прием документов. И она работает у нас без каких-либо технических сбоев. Организаторы уверены, что подобный опыт в республике приживется. И в дальнейшем такая система станет верным спутником любого образовательного учреждения. При этом финансовые затраты минимальные. Упор идет на организационную работу. Уже подано 140 заявлений. Мы готовы принять всех детей, которые проживают по нашему микрорайону. И частично мы уже с ними познакомились и с их родителями, потому что дети уже полгода посещают курсы подготовительные на базе нашей школы. Прием заявлений жителей закрепленных микрорайонов завершается 30 июня. А в июле все желающие смогут подать заявление на свободные места в любую школу. Татьяна Филатова, Расиль Мухаммедов, Республика. Продолжение следует...